Очень приятно, что смотрите мои какие-то видео, выступления и благодарю за приглашение на этот фестиваль. Я тут прошелся, у меня куча позитивных впечатлений. Это такой, да, настоящий постмодернизм, настоящий постмодернистский перформанс, где в одном месте собраны рэп, рейв, рок-сцена, какие-то выступления скейтеров, да, и лекция психиатра. То есть несовместимое все Иван смог совместить в одном месте, и это очень круто. Пока люди собираются, расскажу немного о себе. Меня зовут Игорь Лазарев, я врач-психиатр, психиатр-нарколог. Руковожу наркологической клиникой в Санкт-Петербурге, ну и в свободное время вот выступаю, записываю какие-то лекции по поводу зависимости и психических заболеваний. В Сибири я, честно говоря, первый раз, но много у меня знакомых, друзей, сибиряков, и я знаю, что это такие свободные, сильные, порядочные люди. И чтобы быть по-настоящему сильным, надо быть независимым. Независимым не только от внешних обстоятельств, но и внутри, потому что главная победа, это победа над самим собой, говорил еще Цицерон. И сегодня я расскажу о том, какие бывают зависимости, они бывают не только химические от алкоголя, наркотиков, но и нехимические, а также пищевые. О том, какие общие причины в развитии зависимости, какие общие механизмы объединяют химические и нехимические зависимости. В конце расскажу о том, что такое смысл образования и как важно учиться создавать смыслы собственной жизни без использования психоактивных веществ. В заключение хотел бы пригласить своего коллегу Евгения. Он тоже имеет опыт победы над химической зависимостью и уже более 10 лет полностью трезв, чтобы он немного поделился своим опытом выздоровления. А сейчас он помогает ребятам, организует реабилитационные центры и рассказал о том, как устроена помощь сейчас в России. Ну, народ собирается, поэтому, я думаю, можно уже приступать к самой лекции. Для начала надо определиться в терминах, что такое вредная привычка, аддикция, синдром зависимости, потому что до сих пор есть много путаницы на эту тему. Иногда даже журналисты звонят, расскажите там про вредную привычку курения или вредную привычку пить алкоголь. Вот вредная привычка – это то, с чем можно справиться, какое-то деструктивное поведение, с которым можно справиться с помощью волевого усилия. Я посмотрел даже в Википедии примеры – это грызть ногти, щелкать суставами, перебивать в разговоре. Ну, как понимаете, к нашей проблематике это не имеет никакого отношения, зависимости – это точно не вредная привычка, потому что прекратить ее волевым усилием невозможно, либо возможно только на каких-то самых ранних, начальных этапах зависимости. Следующий термин – аддикция. Аддикт – тоже модный в последнее время термин, он уже ближе к реальности. Аддикция, собственно говоря, это доболезненный еще этап развития зависимости заключается в том, что человек уходит от реальности, бегства от реальности в мир собственных переживаний, собственных эмоций, измененных в состоянии сознания за счет использования каких-либо психоактивных веществ, алкоголь или наркотиков, или ряда специальных действий. Например, ставки на спорт, покупки при шопоголизме, об этом я расскажу чуть более подробно. Важно – это уход от реальности в те эмоции, которые он вызывает специально каким-то веществами или какими-то действиями. Это аддикция. То есть любая зависимость начинается с аддикции. Когда вы после работы дома пьете каждый вечер пиво, уходя в мир вот этих эмоций, вызванных алкоголем, которые снимают тревогу, напряжение и так далее. Это аддикция. Еще может быть не быть похмелья, зависимости, но это уже аддикция. Когда вы играете там сутками в компьютерные игры, тоже отстраняясь от реальности, получая там положительные эмоции, это тоже аддикция. В общем, аддикция – начало любого серьезного синдрома зависимости. И аддикция бывает трех видов. Первый вариант – это алкогольная, наркотическая зависимость, токсикомания, чем, собственно говоря, я всю жизнь и занимаюсь лечением. И об этом я расскажу более подробно, какие современные наркотики опасны, про алкогольную зависимость. Второй вариант – это промежуточные между химическими и нехимическими. Это пищевые зависимости. Пищевые зависимости отличаются, между прочим, от расстройств пищевого поведения, анорексии, булимии. Даже при анорексии искажено восприятие собственного тела. И наоборот, девушкам, которые уже на грани жизни, им кажется, что они толстые. То есть это искажение восприятия собственного тела. А пищевая аддикция – это, например, переедание. Там есть разные варианты переедания. Ночное переедание. Многим, наверное, знакомы. И дневной голод, или постоянное зажевывание, или какие-то приступы переедания. То же самое. Прием пищи используется не для того, чтобы восполнить баланс каких-то веществ, а для того, чтобы получить эмоции, положительные эмоции. И человек уходит от проблем, заедая проблемы. Потом испытывает чувство вины, когда срывается. И чтобы снять это чувство вины, ему надо еще больше съесть, так скажем, тортиков. Ну и другая крайность пищевых зависимостей связана с голоданием. Там периодическое голодание, или такое длительное. Когда выделяются эндорфины, эйфория возникает на фоне такого голода. И человек старается повторить эти состояния, чтобы, опять же, уйти от реальности. Ну, это очень кратко про пищевые. Дальше, какие бывают нехимические зависимости. Их огромное количество. Но надо понимать, что это не диагнозы. Хотя некоторые из них есть в диагностических критериях. Но в основном это такая психологическая классификация. И дальше, если кто-то думает, что эта лекция их не касается, я думаю, в конце поймет, что так или иначе это касается каждого. Или у кого-то есть такие знакомые. Потому что нехимические вот эти аддикции бывают практически у всех. Ну, первый вариант – это зависимость от азартных игр, гемблинг. Тяжелая нехимическая зависимость. Раньше это были в основном казино, игровые автоматы. У меня был пациент, который еще в 90-е годы в Москве, грубо говоря, неделю играл в казино, снимал номер на Арбате, напротив казино, там метелица. И просто на три часа уходил в номер, чтобы чуть-чуть поспать, помыться. И остальные все время в сутках, до 20 часов он играл, играл, играл. Люди проигрывают квартиры. Поэтому в плане последствий это бывает тоже очень тяжелая зависимость. Но сейчас больше это переходит в интернет. Ну, об этом я сейчас чуть позже скажу. Второй вариант нехимических аддикций – это эротические, так называемые, аддикции, которые делятся на любовную зависимость и сексуальную зависимость. Тоже про любовную зависимость много сейчас говорят. Когда человек начинает фиксироваться на объекте любви, ждет смс-ок, он уже не замечает каких-то своих проблем, своих эмоций. Вся его жизнь связана вот с новым, с этим объектом любви. И такой типичный пример – это созависимость, феномен, с которым мы сталкиваемся постоянно. Например, не так давно мы лечили пациента от тяжелой метадоновой зависимости. Несколько недель уговорили его пройти реабилитацию. А у него была жена, которая покупала ему наркотики, работая на трех работах. И она его забрала из центра через пять дней, потому что ей невыносимо было одиночество. То есть при любовной зависимости может быть даже синдром отмены, практически как ломка при наркотиках, когда у человека возникает тоска, депрессия, бессонница, и ему хочется быстрее столкнуться вот с этим объектом, со своим объектом любви. Но это надо понимать не любовь, конечно, это аддикция, потому что свои чувства, переживания, эмоции, они вытесняются. А второй вариант – сексоголизм эротических аддикций. Ну, когда удовольствие человек получает, ему надо постоянно больше и больше половых партнеров или какие-то новые там извращения, да, что-то еще, потому что от того количества, что было раньше, он уже не испытывает никаких эмоций. И вот этот дофамин, про что я скажу чуть позже, да, он начинает выделяться от новых и новых каких-то ощущений, и человек уже не может прекратить эту деятельность, несмотря на вредные последствия. Это могут быть там венерические заболевания, проблемы в семье, на работе и так далее. Вот третий вариант нехимических аддикций – это кибер-всякие зависимости, связанные с гаджетами. Ну, первый из них – это зависимость от киберсекса или там порнозависимость. Когда человек постоянно просматривает, да, порно-сайты, у меня был такой пациент, который уходил, по-моему, каждые там несколько часов на работе в туалет, да, чтобы посмотреть порно, заняться мастурбацией, потому что у него возникала непреодолимая вот эта тяга, напряжение, пока он не сделает это действие. Чуть позже я расскажу о признаках, характерных для всех зависимостей, и в том числе химических. И вы поймете, что для нехимических все практически то же самое. То есть вот это непреодолимое желание, и пока человек не совершит действие, он не может остановиться. Сюда, в эти кибераддикции, там, также относятся, они, кстати, пополняются, да, психологами каждый год, появляется зависимость, там, от ТикТока, зависимость от Тиндера, от постоянного пролистывания вот этих свайпов. Важно, что человек уходит от реальности, да, и погружается в мир вот этих эмоций, вызванных какими-то гаджетами, да, ну, телефоном, приложениями. Также сюда, вот в эти, в зависимости от гаджетов, относятся постоянные какие-то покупки в сети, или, например, аукционы. Сейчас много всяких бирж, да, то люди начинают уходить туда с головой, и уже это все превращается не для того, чтобы заработать какие-то деньги, в основном они проигрывают, да, а для того, чтобы погрузиться в эту новую реальность, уйти от своей обычной жизни. В зависимости от просто компьютерных игр, там, танки, все видят, знают эти примеры, когда люди сутками сидят, играют в танки, полностью отстраняясь от проблем. В общем, их огромное количество, и общими механизмами всех аддикций являются, ну, общими такими этапами. Это сначала появление непреодолимого желания, тяги к тому, чтобы совершить то или иное действие. Потом возникает напряжение труднопреодолимое, которое нарастает, пока человек не совершит привычные действия. Сделает ставку, там, покупку, сыграет в какую-то игру, да, на какое-то время действие снимает напряжение, но потом начинает оно появляться вновь, и без вот этого привычного действия, без игры, возникает ощущение тоски, пустоты, раздражительности, которое снимается только новым вот этим действием, из варианта аддикции. И удовольствия как такового нет, да, гедонистический оттенок, то есть оттенок удовольствия есть только на ранних этапах. Дальше любой зависимый использует вещества или какие-то действия только для того, чтобы снять напряжение, да, снять вот этот дискомфорт, а не для удовольствия. Есть варианты и социально приемлемых аддикций, которые вообще считаются нормой. Это, например, трудоголизм, работоголизм, когда человек, опять же, погружается в работу, уходя от каких-то других сфер. И, как вы понимаете, зависимости как раз объединяет сверхценность, то есть поглощенность одной какой-то зависимостью в ущерб другим сферам жизни. В конце я расскажу про колесо жизненного баланса. И вот зависимость – это всегда нарушение, дисбаланс, когда одна сфера на 100%, а все остальные там на ноль. Вот при трудоголизме то же самое. Социально приемлемые аддикции, например, спортивные аддикции, которые тоже делятся на адреналиновые от всяких азартных видов спорта опасных, и зависимости эндорфиновые от тренажеров тяжелых. Социально приемлемые аддикции, зависимости группирования. Вот, например, одной из самых эффективных программ лечения зависимости является сообщество анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов. И на самом деле зависимости вот так одномоментно, то есть человек был зависимым, стал независимым, естественно, не бывает. И наша задача иногда стратегическая – это перевести какую-то тяжелую зависимость, химическую, внехимическую, менее тяжелую, от которой не умирают, там от героина, сделать человека поклонником групп анонимных наркоманов. Он также сверхценно относится к этим группам, занимается только группами какое-то первое время. Но, по крайней мере, с этой аддикцией потом уже с помощью психотерапии можно работать и расширять вот это колесо жизненного баланса. То есть таких социально приемлемых аддикций много. Шопинг относительно к социально приемлемым относится, когда человек совершает покупки импульсивно, он не может с этой тягой справиться, вещи ему часто не нужны, либо он тратит последние деньги, берет в долг. Да, все те же механизмы лежат в основе. Даже есть такой вариант, как веселое вождение к аддикциям относится к нехимическим, когда человек не может доехать до работы, пока кого-то не подрежет, 200 не сделает скорости и так далее. То есть их огромное количество, но надо понимать, что это не диагнозы, да, это скорее, это может быть и вариантами нормы, важно. Вот дальше я буду говорить о уже признаках, понять, насколько глубоко выражена эта аддикция у конкретного человека. Дальше я хотел бы рассказать о том, что такое синдром химической зависимости. Все-таки более близкая мне тема, с чем я работаю порядка 15 лет. Синдром химической зависимости – это совокупность поведенческих, когнитивных, то есть мыслительных, там, ментальных феноменов, которые приводят к тому, что какое-то вещество или группа веществ начинает доминировать в сознании человека. То есть вещество становится целью номер один в жизни данного человека. И существует несколько критериев химических зависимостей, достаточно трех из них, чтобы, в принципе, уже ставить диагноз той или иной химической зависимости от какого-то вещества. Я сейчас о них расскажу, а вы попробуйте, уже имея опыт, перенести это на нехимические аддикции, и поймете, что там, ну, так много общего, да, и что нехимические аддикции не сильно отличаются от химических. Первый критерий, который основной, стержневой для всех зависимостей – это тяга. Патологическое влечение, ну, если мы говорим о химических зависимостях, к алкоголю или к наркотикам, которые тоже сочетаются из эмоциональных компонентов, поведенческих, мыслительных. Эмоциональная – это вот тревога, радражительность, даже бывает паническое состояние мысли, которые говорят, ну, один раз выпей, ничего страшного не будет, один раз курни, ты же там, не на которые вот это все разрешают, да, или подстегивают. И поведение, которое уже направлено на поиск вещества. Вот эта тяга патологического влечения – первый и основной стержневой синдром любой зависимости. Он появляется в самом начале. То есть человек употребляет вещество не из-за того, что у него есть желание употребить это вещество, как он думает, а из-за того, что у него есть болезненное состояние патологического влечения – тяга. Он пьет, когда ему хорошо, пьет, когда ему плохо, пьет, когда нормально, чтобы создать себе там какие-то проблемы. То есть задним числом психика начинает придумывать оправдание тому, что он пил. Это был повод расслабиться после работы, это что-то отпраздновать, да, это там день еще какого-то строителя, не знаю. На самом деле он пил из-за патологического влечения у него возникает внутреннее непреодолимое желание, он не может с ним справиться, и он пьет, да, или употребляет какие-то наркотики. То есть тяга – это первый и важный симптом любой зависимости. Второй критерий – это утрата контроля. Он может быть количественным, когда человек хочет выпить небольшое количество алкоголя, к примеру, но каждый раз напивается. И в следующий раз он говорит, ну нет, вот сейчас точно я закончу на 100 граммах, но опять утром обнаруживает себя, как говорил Слепаков, говно. И вот эта утрата количественного контроля, она не возвращается. У меня были клиенты, пациенты, которые даже после 20-15 лет ремиссии, полного воздержания срывались, и у них этот контроль сразу исчезал, а они не могли контролировать. То есть он если исчезает, то исчезает уже до конца обычно. Но может быть не только количественный контроль, например, социальный, когда человек знает, что нельзя пить, предположим, потому что на следующий день ему ехать на работу, он будет с перегаром, он не может преодолеть, и он рискует, или вообще пьяные люди садятся за руль и едут, потому что не могут контролировать последствия. Или пьют там при детях, на работе, рискуя, в общем, социальными какими-то проблемами, из-за того, что не могут справиться, не могут контролировать свое поведение. Третьим критерием, тоже важным и характерным для любых зависимостей, является толерантность. Толерантность – это восприимчивость к тому или иному веществу. Ну, в принципе, в игре на самом деле, или в компьютерных играх тоже самое. Надо больше и больше и больше. Сначала тебе надо было час посидеть, потом там пять часов за компьютером, потом сутки, то же самое с азартными играми, ну и то же самое с веществами. С алкоголем сначала тебе нужна бутылочка пива, чтобы изменить состояние сознания, потом две бутылки, потом полторашка, то же самое делает, чтобы была когда-то бутылочка. Потом это надо смешать с крепким алкоголем. И на пике второй стадии алкогольной зависимости толерантность иногда достигает. У меня были пациенты, которые три литра водки в сутки выпивали, просто чтобы поддерживать свое состояние, корректировать похмелье, то есть космических цифр. А на третьей стадии она начинает падать. И вот такие пожилые алкоголики, они пьют иногда в сутки 250 миллилитров, но в силу того, что уже не позволяют печень, внутренние органы перерабатывать. Маленькими порциями встают ночью, чтобы выпить, потому что без этого у них нет ни сна, да, и очень плохое самочувствие. То есть толерантность сначала растет, потом начинает обычно падать по мере появления серьезных проблем со здоровьем. Ну, то же самое и с опиоидами, там, героин. Те дозы, которые иногда употребляют зависимые, обычного человека сразу убьют. Поэтому куча бывает передозировок. Например, после лечения, когда мы сняли ломку, пролечили, человек возвращается домой, употребляет привычную для себя дозу и сразу умирает, потому что он уже очистился, толерантность снизилась. Вот толерантность – третий критерий, да. Иногда, если вот три эти обнаружили, уже можно ставить диагноз. Четвертый критерий зависимости – это абстинентный синдром или синдром отмены. Он разный для разных веществ, но есть какие-то общие моменты. Для алкоголя – это тот самый похмельный синдром, вот это основное, с чем к нам обращаются, к наркологам. Когда человек был в запое, два, три, пять дней не похмелился, у него начинается тремор рук, бессонница, раздражительность, тревога, опять же непреодолимое желание выпить, похмелиться, ему кажется, что он сейчас умрет, если не похмелиться, сойдет с ума. То же самое, в общем, и естественно, с любыми наркотиками. Просто у каждого вещества свой синдром отмены. При героине, там, опиоидах – это ломка, когда помимо тревоги, бессонницы и депрессии еще неприятные болевые ощущения, выкручивает суставы и так далее. При стимуляторах – это такая вот, люди там спят сутками, остыния, нехватка сил и постоянные мысли о наркотиках. В общем, для каждого вещества это разное. Но вот, например, для азартных игр, я даже читал статью, для зависимых от азартных игр синдром отмены такой же практически, как и ломка. То есть у людей депрессия, подавленность, апатия, болевые ощущения неприятные и постоянное желание отыграться. Я вот вспоминаю, недавно на группе пациента с зависимостью от азартных игр, и он говорил, что он проиграл какие-то деньги, испытал чувство вины и решил, да, насколько вот ошибки эти когнитивные, он решил искупить это чувство вины и подарить жене квартиру за то, что он играл. Но чтобы эту квартиру подарить, ее надо было выиграть. И он проиграл последнее жилье в надежде всегда вот отыграться. У них есть мысль, что вот эта ставка, она точно, сейчас все его долги вернет, и люди себя зарывают вглубь. Я вот так иногда отвлекаюсь от химических зависимостей к нехимическим, но чтобы показать общие механизмы, что даже синдром отмены, он бывает и при тех зависимостях, где нет вообще никаких веществ, например, зависимость от азартных игр. Следующий критерий зависимостей, ну, химических и нехимических, это сужение круга интересов. Я вкратце об этом говорил. То есть все интересы, все бытие, да, человека, оно начинает концентрироваться вокруг поиска вещества, употребления вещества, устранения последствий, связанных с веществом. Друзья превращаются в собутыльников, соупотребителей, если речь идет о наркотиках. Жена, работа, семья. Все это уходит на второй план. Финансы начинают интересовать только для того, чтобы приобрести алкоголь и наркотики. И в итоге, да, на каких-то таких серьезных стадиях, кроме там алкоголя и наркотиков, у человека нет никаких интересов. Ну, пример классический, такой героиновый наркоман, который просыпается, у него сразу есть дела над день, ему надо сначала намутить денег, что-то украсть, или там вынести икону, да, телевизор, продать ее, потом собраться с употребителями, купить наркотики, употребить их. В общем, весь день его расписан, но другим интересам, кроме поиска и употребления, там вообще нет никакого места. Это вот критерий, который называется сужение круга интересов вокруг интересов, связанных с употреблением. И последний критерий, он в том, что человек, зная о проблемах, связанных с той или иной зависимостью, не может прекратить или снизить свое употребление. Это вот часто мне звонят журналисты, что, а как вы относитесь к инициативе, что мы будем там на бутылках водки рисовать циррозную печень, на сигаретах, там импотенцию, смерть. Критерии зависимости в том, что человек знает, что он там умрет, что у него будет цирроз, или что от сигарет проблемы с сосудами, но, зная это, он не может остановиться, он не может преодолеть, да, патологическое влечение. И иногда наоборот, чем сильнее мы пугаем человека, вот с алкоголиками, с алкозависимыми, как правильно говорить, это очень иногда ярко выражено. Родственники говорят, напугайте его, доктор, у него там печень отвалится. Чем ты сильнее его пугаешь, тем сильнее у него тревога, а у него привычный способ снять тревогу, это напиться. Ты его вроде бы пугал циррозом, он на следующий день приходит опять лечиться, потому что эту тревогу он снял привычным способом. Это критерии. Человек знает о проблемах, часто понимает, но не может ничего с этим делать. Вот заметьте, да, эти критерии для химических зависимостей можно перенести практически на любую и не химическую зависимость, когда и утрачивается контроль, и растет толерантность, то есть время там проводимых за игрой или траты большего количества денег. В общем, механизмы у всех зависимостей общие. Теперь, после нехимических, я, конечно, рассказать хотел бы о химических зависимостях, то, с чем мы работаем. И у нас есть определенная классификация. Первое – это зависимость от алкоголя. Вы уже опытные, знаете все критерии, я поэтому буду более так рассказывать детально. То есть алкогольная зависимость, опять же, должны быть три критерия из перечисленных. Толерантность, да, о чем я рассказал, там, снижение контроля и так далее. У нее есть три стадии. Первая стадия, когда еще нет похмельного синдрома, но уже может быть и высокая толерантность, повышающаяся и нарушенный контроль, и тяга патологического лечения, но человек еще не похмеляется. На первой стадии к нам редко кто обращается, потому что всем кажется, ну это нормально, все же пьют, ну чем я хуже, я тоже пью. Хотя человек бывает и на третьей стадии, у него уже куча проблем, цирроз, он говорит, ну я там под забором не валяюсь. Вот кто валяется, тот алкоголик. Но это отдельная тема, называется, анозогнози отрицание у себя зависимости. И заканчивается алкогольная зависимость третьей стадии, которая сочетается с деградацией психической, то есть снижение интеллекта, плоские шутки про алкоголь, алкогольный юмор, да, отсутствие других интересов и куча физических проблем. Проблемы с печенью, сердцем, ну и головным мозгом, естественно. Следующая зависимость химическая, зависимость от каннабиноидов, тоже такая тема спорная, и много на это всегда прилетает, хейт и тема, что не трогай коноплю, не трогай марихуану, но вот алкоголики, они там дерутся, у них там куча проблем, а от марихуаны никто никого не убивал. Марихуана – это тоже, да, психоактивное вещество, которое действует на каннабиноидный рецептор головного мозга, они модулируют практически все психические функции человека, особенно связанные с памятью, с мотивацией, в результате чего при длительном употреблении каннабиноидов развивается такой шизофреноподобный апатоаболический синдром, ну, расшифруешь, не пугать, то есть снижение мотивации, снижение волевой функции, человек становится таким безвольным, апатичным, его ничего не интересует, и нарушение высших функций памяти, внимания, да, это все часто сочетается откровенным синдромом отмены, многие думают, что нет, там, не ломки, но это не так, вот у меня буквально на прошлой неделе был пациент, который только курил марихуану, но курил конкретно несколько лет, несколько раз в день, у него был тендром отмены, очень тяжелый, его кидало в пот, бессонница, постоянно тревога, мысли навязчивые о употреблении, депрессии и так далее, то есть зависимость от каннабиноидов, она может быть не такая быстрая, как там от эпиоидов, и это занимать может десятки даже лет, пять, десять лет, пока вот это все разовьется до стадии, но за это употребление люди платят снижением воли и нарушениями высших функций психических памяти, внимания. Следующая зависимость от эпиоидов, это героин, маг, метадон, крокодил, ну, она, кстати, уходит на второй план, и вот я смотрел недавно статистику электронных площадок торговли наркотиками, и там продажи героина занимали 0,9%, а продажи мифедрона и альфа-ПВП 50%, ну, то есть статистическая погрешность для современных городов, но раньше мы работали с этим серьезно, от крокодила люди умирали, там, отрезали ноги. Синдром отмены при эпиоидах зависит от вещества, и достаточно тяжелый, это ломка, при героине она более, меньше дней занимает, при метадоне до месяца могут быть различные неприятные явления, сниженное настроение, боли в суставах, постоянные мысли об употреблении, и вот без полноценной реабилитации, об этом в конце Евгений скажет, даже если мы переломаем такого человека, тяга настолько сильная, что он физически вроде бы восстановился, но в голове у него, да, одна мысль, это продолжить употребление. Ну, про вещества я вкратце скажу, чтобы как бы на каждую можно отдельную лекцию, а следующая зависимость от седативных и снотворных средств, сейчас, кстати, у молодежи аптечная наркомания, я пока вот тикток не запретили, вел, записывал различные видео, и на тему аптечных наркотиков, вот такой был сумасшедший отклик, потому что в регионах это реально, на мой взгляд, это эпидемия, такие препараты, как лирика, баклосан, еще одна эпидемия связана с препаратом триганде, он там не совсем седативный, содержит парацетамол, и от спазмолитик, децикловерин, но дети, дети, реально дети, вот мне писали там в комментариях, то есть едят его пачками, апартетамол токсичен для печени, дети желтеют, попадают в реанимацию, и я вот честно хотел бы плюнуть, да, в рожу этим аптекарям, больше их никак не назовешь, кто продает вот эти вещества, которые суперсильно действующие, ну, подросткам, детям, молодежи, поэтому зависимость, ну, здесь много разных седативных средств к этой группе, там транквилизаторы, снотворные и так далее, про каждое, конечно, не рассказать, а следующее – это зависимость от психостимулятора, вот она как раз набирает обороты, и психостимуляторы выходят 100%, ну, во всем мире на первое место, если раньше это был, там, винт, амфетамин, то сейчас топ-2, конечно, это мифедрон и альфа-ПВП, соли, это настоящая эпидемия, не знаю, почему об этом мало говорят в последнее время, но у нас в Питере это точно эпидемия, ну, я так понимаю, в других городах не сильно отличается картина, мифедрон люди употребляют, потому что думают, что это какое-то безобидное вещество, какое-то легкие тонизирующие, или для химсекса часто используется, вот недавно я записывал видео на эту тему, там, для Ютуба, но очень быстро развивается зависимость, потому что сродство к дофаминовым рецепторам у мифедрона такое же, как у кокаина, а к серотонинам такое же, как экстази, и, в общем, он и дофаминовую систему, и серотониновую разрушает, ну, об этом я прям буквально через несколько минут расскажу, ну, тем самым человек приобретает серьезные проблемы, постоянная депрессия, постоянная тревога, панические атаки, отсутствие мотивации, и это очень сложно лечиться даже с помощью антидепрессантов, поэтому, ну, опять же, как я говорил в том видео, если вам предлагают для мифедрон, для того, чтобы разукрасить секс, подумайте 10 раз, потому что за это потом не только нарушениями, да, половой вот этой сексуальной сферы можно расплатиться, но и, естественно, проблемами с психикой. Ну, следующая зависимость, зависимость от кокаина, это тоже психостимулятор, сейчас уже, конечно, гораздо меньше его для элиты, но кокаиновые наркоманы, они вот так смотрят на тебя свысока, обычно приходят, говорят, «Доктор, ну, сколько ты зарабатываешь?» Я вот вчера за вечер там потратил 200 тысяч на крэк, там, на кокаин, и на самом деле вот люди, которые употребляют какие-то дорогие вещества или даже дорогой алкоголь, у них иногда, ну, их более тяжело лечить, потому что они считают, что мы раз что-то дорогое употребляем, мы элита, мы, в общем, не такие наркоманы, каждый думает, что он не такой наркоман, как другие, да, вот мы позавчера записали интервью с парнем, и он так курил соль, ну, все, у него уже там проблемы с психикой, паранойя, но он говорил, «Ну, я же не колюсь, значит, я не наркоман», а так, в общем, все нормально, то есть у каждого есть какое-то свое оправдание, ну, еще есть зависимость от галлюциногенов, которые как бы по уровню там зависимы, на одном из последних мест, но галлюциногены тоже могут вызывать серьезные проблемы с психикой, если человек не готов к использованию галлюциногенов или у него есть какие-то психические заболевания, ну, про галлюциногены я расскажу в конце в разделе смысла образования, вообще, как это все исторически появилось, ну, и есть зависимость от сочетания, на самом деле чаще всего не бывает какого-то одного вещества, практически всегда есть набор набор различных веществ, на самом деле есть набор веществ и набор аддикции, то есть любой аддикт, он переходит, плавает, у него есть сочетание, да, но какое-то любимое всегда есть, то это, например, алкоголь, каннабиноиды, либо там стимуляторы, в общем, разное сочетание, ну, одного вещества прям исключительно редко бывает, да, если порасспрашивать, вот, и, ну, это вкратце о том, о тех веществах, с которыми мы работаем, дальше, конечно, я хотел бы рассказать о природе, природе, откуда растут ноги, откуда появляются зависимости, и это есть факторы риска, которые, в принципе, общие для химических и нехимических зависимостей, существуют три кита, три группы факторов риска, на которых все строится, биологические, психологические и социальные факторы, которые предрасполагают, то есть они не определяют на 100%, станешь ты алкоголиком, наркоманом, они вызывают, как бы, риск развития зависимости, чем больше этих факторов риска, ну, тем вероятнее наступление зависимости. Биологические факторы, и важно понимать, что их вклад где-то, ну, там, по 33%, то есть не только, нельзя сказать, что только генетика определяет, или только плохое воспитание, или только субкультура, да, это должно все быть в совокупности, когда все три выстреливают, ну, тогда вероятность высока. Вот среди биологических факторов можно отнести особенность системы нейромедиаторов, как раз дофаминовой, серотониновой и норадреналиновой в первую очередь. Ну, дофамин – это основной такой нейромедиатор центральной нервной системы, которая отвечает за мотивацию, за систему подкрепления, то есть эволюционный человек, узнавая что-то новое, там, добывая еду, занимаясь сексом, у него выделяется дофамин, чтобы была определенная эйфория, и он мог, ну, хотел повторить это действие. Когда человек начинает использовать дофаминэнергические вещества, там, стимуляторы, психостимуляторы, его дофамин выделяется, он начинает выделяться только при использовании веществ, поэтому и появляется потом вот это снижение мотивации, ему ничего не хочется изучать, скука, апатия, вялость, потому что тот уровень дофамина, он уже обычными действиями какими-то, сексом, там, пищей, спортом, ну, добиться не может, ему нужны психостимуляторы. И дофамин также отвечает за скорость реакции, за мыслительную, то есть люди, которые быстро думают, у них обычно хорошо с дофамином, и за мышечную такую активность, поэтому, например, при болезни Паркинсона снижен дофамин, и люди скованные, у них тремор, то же самое при побочках, вот нейролептих, например. И вот серотонин, например, следующий нейромедиатор, он чуть-чуть по-другому действует, если дофамин на положительные эмоции, на центр положительной, то есть чтобы эйфория была, положительные эмоции, то серотонин, он скорее блокирует негативные эмоции, он снижает лишние шумы в центральной нервной системе, снижает тревогу, человек может концентрироваться на какой-то одной задаче, кто принимал антидепрессанты, примерно понимает, у него уходят негативные эмоции, такое безразличие легкое появляется. Серотонин также влияет на систему сна и бодрствования, на сексуальные функции, на болевую чувствительность, потому что вот почему разные болевые ощущения бывают при зависимости, потому что когда мало серотонина, все в теле, что происходит, мозг начинает фиксировать, а многое там лишнее, потому что если мы ко всем болевым ощущениям будем прислушиваться, ну, можно с ума сойти. То есть вот представьте, ну, а норадреналин – это такой основной гормон, ну, нейромедиатор стресса, реакции бей-беги, для мобилизации, вот, например, почему при альфа-ПВП солях, которые действуют на норадреналин, люди что-то постоянно разбирают, перебирают там, да, полы разбирают, телевизоры, то есть им надо постоянно что-то делать, там нет такой, вот именно такая двигательная, да, активность повышенная. Ну и вот представьте, да, мы говорим о факторах риска. Ребенок с дефицитом вот этих нейромедиаторных систем, там, ребенок, подросток, у него нет положительных эмоций, у него постоянная тревога, да, из-за того, что там проблемы с серотонином, у него негативные эмоции доминируют, проблемы постоянные со сном и так далее, и в какой-то момент он пробует какое-то вещество, там, психостимулятор или алкоголь, не так важно, все это примерно, там, да, одни механизмы. И вот этот все нейромедиаторы у него восстанавливаются, выходит как-то на новые уровни, ему кажется, что все, все, я вылетел, я нормальный стал. И все, это, конечно, петля, потому что дальше он начинает употреблять, чем дальше употребляет, тем его слабая система, она еще сильнее слабеет, и без употребления веществ у него нет там ни дофамина, ни зеротонина, как в мемах. И, конечно, да, дети с предрасположенностью, а часто это генетическая предрасположенность вот к этим системам нейромедиаторным, у них выше риск развития зависимости. Второй биологический фактор риска, это особенности коры головного мозга, префронтальной коры. Здесь я всегда вспоминаю зефирный такой эксперимент, когда сажали детей, и детям предлагали съесть зефирку, можно было ее съесть сейчас, либо подождать час, она лежала при тебе, а потом тебе дадут пять или три, неважно. И вот дети, те, кто съедали сразу, не могли подождать. У них жизнь, оказалось, складывалась хуже, чем у тех детей, которые могли оттянуть получение удовольствия и, допустим, через час съесть две-три зефирки. Вот у зависимых обычно наблюдает слабость этой префронтальной коры, чуть-чуть возникает дискомфорт, надо срочно выпить, срочно курнуть, изменить состояние сознания, потому что подождать, оттянуть получение вот этого удовольствия или снятие дискомфорта, они не могут. Ну и вот эти биологические факторы риска, они, конечно, определяются наследственностью, при, например, алкогольной зависимости у обоих родственников, мамы и папы, до 50% риск развития зависимости, но часто на практике такие как раз дети, они либо быстро спиваются уже там к 30 годам, либо полностью не пьют, потому что у них есть пример родителей перед глазами, которые там спились, деградировали. Это биологические факторы риска, психологические факторы риска, вторая группа, то есть биология здесь все не ограничивается. Психологические факторы риска основаны на часто воспитании в дисфункциональных семьях, то есть семьи, где есть тоже химически зависимый, например, отец алкоголик, или мама, это неважно, но не обязательно с химической зависимостью, может быть просто психопат, с каким-нибудь пограничным расстройством, у которого постоянная агрессия, неконтролируемое поведение. В таких семьях нет стратегии, нет стабильности, ребенок не понимает, получит он сегодня люлей, или дадут ему конфету, что будет завтра. Ему постоянно надо угадывать эмоции вот такого неадекватного, в кавычках, родителя, и у него формируется гиперчувствительность, такая повышенная чувствительность, повышенная ранимость, что приводит тоже к такому пограничному, черно-белому восприятию мира. И потом уже в будущем, конечно, он начинает использовать вещества, чтобы адаптироваться, снимать свою пограничность, то есть выпил, и вроде бы уже не так все трагично, драматично, не такая страшная ситуация, ситуация, которая произошла, а причины, конечно, вот такой психологический особенность. И развивается две мотивации к употреблению веществ, гедонистическое, ну, то есть гедонизм, удовольствие, когда, вот, например, воспитываясь в такой семье, где были заблокированы эмоции, близость, человек стремится получить какое-то удовольствие, новые эмоции с помощью вещества, и у него именно вот такая гедонистическая мотивация. Либо вторая мотивация, атерактическая, то есть снять атеракс, атераксия, снять тревогу, снять напряжение, постоянно, живя в тревоге и напряжении из-за необходимости, да, угадывать там поведение родителей, он снимает веществами это напряжение, и опять же, да, такое может быть мотивация начала употребления. И психологические факторы очень тесно связаны с социальными, социальные факторы, ну, в первую очередь, на мой взгляд, это поведение родителей, если родители пьют при ребенке, как бы, не надо там удивляться, потому что потом, через какое-то время, он скажет, вот пришла моя очередь бухать. Поведение родителей, социальные какие-то нормы, вот сейчас мы там на ДФМ спрашивали про музыку, и мой учитель по наркологии, там, профессор, говорил, что наркоманом становится еще до начала употребления, например, ребенок слушает, там, Моргенштерна, да, или, не знаю, ЛДЖ, где все песни пронизаны употреблением или позитивным отношением к наркотикам. В его среде 8 из 10 уже попробовали. У него есть вот эти все три группы факторов риска, наследственность, тяжелая, там, психологическая особенность в семье, окружение, и вот тут, конечно, высокий риск, что он попробует, да, потому что в этой среде принято пробовать, а риск того, что разовьется зависимость, если есть факторы риска, он тоже становится высоким. Там легкие какие-то деньги, когда человек еще не может их тратить, вот, и говоря о социальных факторах риска, я всегда вспоминаю эксперимент, который называется крысиный парк, многие, наверное, слышали об этом, когда крыс сажали в клетку, в клетке не было ничего, была вода с морфином и обычная вода. И, в общем, крысы, как и положено, выбирали воду с морфином и умирали от истощения, потому что им, кроме этого, морфина ничего не было надо. Ученые сделали второй вариант, это крысиный парк, там был просто крысиный рай, там были самки, ну и самцы, кому там что интересно, аттракционы какие-то, колеса, и, в общем, они там весь день могли быть заняты. И в этой клетке крысы не притрагивались к воде с морфином, они пили обычную воду. Этот эксперимент говорит о важности, вот, не только важности социальных факторов в развитии зависимости, но и важности ресоциализации, то есть, восстановление утраченных социальных навыков в процессе лечения, выздоровления. То есть, важно создать социум, который поддерживает тебя, принимая, да, где нет, решены какие-то конфликты психологические, где социум трезвый, потому что, естественно, ты после там лечения возвращаешься к собутыльникам, соупотребителям, шансов очень мало остается. И вот, надеюсь, в конце Евгений, мой коллега, расскажет, как мы пытаемся реализовать эту программу. Я вот смотрю, сегодня будет рейв, и сейчас тоже на радио говорил, мы летом организовывали трезвый open air, трезвый рейв на Афинском заливе. Это было, ну, на самом деле, я даже сам не подозревал, что люди, то есть полностью никаких не было веществ, ни алкоголя, ни наркотиков, и были, ну, настолько позитивные эмоции, вот этот, да, драйв, адреналин. Это вот, я к тому, что важно создавать, да, трезвое окружение, трезвые какие-то развлечения, умение получать удовольствие без употребления веществ. Это все называется ресоциализация, Евгений об этом расскажет. В общем, три группы факторов риска приводят к развитию зависимости биологически, психологически и социально. Теперь я хотел бы немного уйти в историю, да, ведь психоактивные вещества, наркотики используют человечество на протяжении тысячелетий. Я слышал даже, что 20 тысяч лет назад уже использовали психоделики, но как минимум пять тысяч лет назад Айваска использовалась, например, шаманами Южной Америки в обрядах инициации, обрядах перехода в древних племенах. То есть в Южной Америке галлюциногены, в азиатских странах конопля, в европейских странах это больше был алкоголь, в определенных, в общем, регионах мира разные вещества. Цель их это были вот эти обряды перехода, обряды инициации, ну, например, переход из мальчика в мужчину, когда мальчик в племени должен стать мужчиной, пройти инициацию, его там сажали в пещеру с крокодилами, темнота, неопределенность, неизвестность, потом давали ему еще галлюциноген, и в этом состоянии шаман как бы, да, производил определенные действия, после которого у него формировался новый смысл, то есть психоактивные вещества использовались шаманами для смысла образования конкретного человека, что все, ты теперь воин, мужчина, ты больше не мальчик, вся его информация, которая была до этого, собиралась в новый смысл, или целые там племена, да, например, обряды перехода, дионисийские, когда был пир, вечеринки, алкоголь, например, после сбора урожая, то есть то же самое, отмечали переход, например, в осень, в зиму, и так далее, и в общем, этих обрядов человечество использовало на протяжении тысячелетий, ну, чтобы как-то вот этими социальными группами, там, племенами, людьми, да, управлять, модифицировать, а дальше, вот, понятно, психоактивные вещества не для, придумали было, не для удовольствия, да, это исторически так сложилось, шаманские, у нас здесь, в Сибири, там, мухоморы были, ну, разные, в общем, в каждой стране какие-то свои особенности, и, то есть, основная цель использования психоактивных веществ, это измененное состояние сознания, которое приводит к смыслообразованию, смысл образования, это формирование новых смыслов из предшествующей раздрозненной информации, эмоций, и так далее, и, если люди начинают употреблять эти вещества для удовольствия, у них развивается зависимость, то их смыслы формируются только вот в измененных состояниях сознания под веществами, и наркоманы, наркозависимые, у них рушатся системы смысла образования, вот, на мой взгляд, в этом основная трагедия, без использования веществ, они не могут создавать какие-то смыслы, формировать смыслы для своей жизни, и, помимо того, что жизнь скучная и неинтересная, из-за дофамина, ну, без веществ, она еще и бессмысленная, вот, представьте, во что мы вгоняем человека, ну, отбирая у него вещество, если он активно зависимый, поэтому в лечении надо пытаться все это заменить, все ему это как-то дать, но смыслы, вот эти смыслы, да, в измененных состояниях сознания не обязательно получать с помощью психоактивных веществ, это могут быть измененные сознания, состояния сознания, например, там, при родах, в обычной жизни, какой-то околосмертный опыт, или специальные практики, холотропное дыхание и так далее, куча, или просто даже бывает при перегрузке информации, какой-то возникает катарсис, и человек собирает предшествующую информацию, он понимает, что дальше делать, появляется смысл, то есть в норме, в обычной жизни люди должны происходить смыслообразование без использования какого-то вещества, алкоголя или наркотиков, потому что иначе обычное смыслообразование перестает быть возможным, это надо понимать, об этом мало говорят, но мне кажется, это фундаментальная проблема, потому что мы вот как раз работаем с зависимыми, которые прекратили употребление, и часто они ведь становятся адептами сект различных, то есть им дозадают новый смысл, свои они не могут формировать, они быстро его принимают и идут там за лидером, куда им скажут, почему такая появляется иногда податливость, и чтобы быть гармоничной, сбалансированной личностью, конечно, нужно учиться формировать смыслы без использования психоактивных веществ, и как вы поняли, да, из всего моего спича, из всей лекции, любая зависимость это сужение, это какая-то дисфункция не только смыслов, но и в целом жизни, какая-то одна сфера начинает доминировать, а другие сферы полностью проседают, и вот есть такое понятие, как колесо жизненного баланса, когда мы рисуем колесо и расписываем разные сферы жизни, это может быть работа, семья, отдых, здоровье, духовный какой-то рост, и все эти сферы должны, ну, примерно, да, как-то пропорционально развиваться, смысл их создаваться для каждой из этой сфер, для сферы работы, для сферы семьи, для сферы финансов, для сферы отдыха, для сферы здоровья, для сферы любви, у зависимых, ну, преобладает обычно какая-то одна сфера, да, там, или при любовной зависимости, любовь, при других, какие-то другие, поэтому, подводя итог, да, вот, своему выступлению, перед тем, как я позову Евгения, я хочу сказать, что старайтесь быть гармоничной и сбалансированной личностью вот по этому колесу жизненного баланса, создавайте смыслы своей жизни без использования психоактивных веществ, если вы обнаружили у себя признаки той или иной аддикции, то не стесняйтесь обращаться к психологу, да, в этом ничего страшного нет, ну, а если вы обнаружили у себя признаки химической зависимости, о которых я говорил, то не стесняйтесь уже обращаться за специальной помощью, прохождением реабилитации, потому что, ну, как вы видите, наркологи не такие страшные, да, и психиатры, как это там принято считать, потому что чем раньше начать лечение, начать помощь, тем, естественно, проще с этим всем справиться, чем на каких-то запущенных стадиях. Ну, и помните, что алкоголь и наркотики не решают ваши проблемы, а лишь создают новые. Всем спасибо. Сейчас я хочу позвать буквально на пять минут Евгения Николаевича, моего коллегу. Евгений, повторюсь, 10 лет полностью трезв, он тоже из Сибири, и хотел бы, чтобы он немного поделился своим опытом и сказал, как устроена реабилитация, потому что ее созданием он как раз сейчас и занимается. Всем привет, друзья. Зовут Евгений, меня в прошлом употреблял наркотики на протяжении, наверное, 10-15 лет. Так я, как смотрю, аудитория, здесь большей части молодежь, и, так скажем, первый раз я попробовал там, наверное, в районе 15-14 лет. И, как хочу на своем опыте, ну, таких, на самом деле, как я, ну, их очень мало людей, которые когда-то, ну, как бы, попали в зависимость, да, и получилось вот бросить. Как, знаете, знаете, вот, 10 лет, которые я употреблял, то есть, ну, их просто, как бы, нету из жизни, их можно вычеркнуть. То есть, когда-то я там, ну, подавал какие-то надежды, там, занимался спортом, ну, с детства, там, меня учителя ставили в пример, там, да, там, помню, в классе, там, у нас учитель физкультуры говорила, вот, иду, ну, как, на предметы, да, в школу, Евгений стоит, там, в 7 утра с рюкзаком, там, на тренировку, там, холодно, и так далее, то есть, и вот это все, как бы, вот, мой потенциал, он закончился, когда я первый раз попробовал наркотики, то есть, ну, так скажем, из плюса, да, я, как бы, превратился в минус, то есть, и вот на протяжении, вот, своего употребления, да, я помню такие моменты, когда я выходил, ну, за очередной дозой, да, там, из квартиры, из пустой квартиры уже, откуда там все повыносил, да, ну, просто, и был такой один момент, я посмотрел, выходили, значит, семья из соседней парадной, значит, мой одноклассник, мы когда-то вместе учились, ну, и они такие с чемоданами собираются, там, отдыхать куда-то с семьей, вот, и в тот, а я такой, как, знаете, там, весил, я, наверное, не знаю, килограмм 45, весь худой, косой, кривой, там, все, одежда там порвана, и так далее, то есть, за дозой, за очередной в поисках, там, употребления, и я так на них посмотрел, думаю, слушай, ну, как живут же люди, вот, ну, как-то, что-то у них там в жизни там созидается, развивается, а у меня тут, знаете, все как день сурка, одно и то же, то есть, постоянно, вот, и вот, вот такие моменты, они мне, как бы, ну, где-то там в голове откладывалось, что нужно что-то менять, что-то нужно делать, и очередной момент в жизни произошел, как-то мы ехали, за дозой, да, там была дежурная аптека, у нас в городе, вот, я ехал за рулем, как бы, со мной рядом сидел мой соупотребитель, и мы, ну, видимо, там, в угаре, да, там, залипли, то есть, и вылетели на встречную, врезались, в общем, лоб-лоб, и, значит, ну, машина там восстановлению не подлежит, я, не странно, как бы, пришел в себя, там, открыл дверь, вылез, смотрю, там, роман его зажало, то есть, я его постарался вытащить, люди там меня остановили, говорят, что, слушай, не трогай его там, он может поломать, да, что-то сейчас приедет полиция, и так далее, я услышал полиция, думаю, надо уходить с этого места, то есть, вот, и, значит, ушел, я говорю, я им говорю, ребят, вот у меня дом, я сейчас пойду там, позову родителей, придем, разберемся, и ушел, позвонил дальше, за мной приехали мои друзья, в кавычках, да, соупотребители, и мы поехали дальше употреблять, то есть, ну, как бы, я к тому, что, ну, ничего не останавливало, то есть, ну, авария произошла, тогда человек неизвестно, жив, мертв, и наркомана ничего не останавливает, вот, и вот, после вот таких событий, да, я решил, вернее, как не я, обстоятельства, да, я понимал, что с одной стороны полиция, там, долги и так далее, то есть, мне уже, ну, как и здоровья особо нету, знаете, там, я там, в 27 лет, там, весил 45-50 килограмм, то есть, ветром сдувало, вот, ни семьи, ни флага, ничего, то есть, полностью разруха вокруг, ну, как с отсылкой, да, что, когда-то я там подавал надежды, там, и в спорте, там, и в учебе, и так далее, вот, и я, как, вернее, меня, родственники, и еще одна мама в меня только верила, они меня отправили на реабилитацию, вот, и с этого момента, с реабилитацией, все, и как бы началось опять мое восстановление, так скажем, второе рождение, вот, поэтому, как человек, который прошел, да, один из, там, ну, не всем, повторюсь, да, это удается, я бы на своем опыте хотел, там, кого-то предостеречь, и так далее, может быть, кому-то поможет, моя история, скажите, вот, поднимите руку, здесь есть кто-нибудь, кто когда-нибудь пробовал наркотики, ну, хорошо, давайте так, у кого знакомые есть, может, наркоманы там, или кто-то знакомый, понятно, вот, значит, если вы еще не пробовали наркотики, вот я, как человек с опытом, да, прошедший, так скажем, Крым и Рыб, я говорю, что есть много других, значит, в жизни сфер, ну, которые можно жить трезво, то есть, вот, вы можете посмотреть, у нас есть лагеря, мы сейчас проводим терапевтические, для реабилитантов, кто у нас выздоравливает, то есть, вы посмотрите на их эмоции, они там, вот эти рейвы все, это все у них проходит в трезвости, то есть, и мы там вместе с ними зажигаем и так далее, вот, просто посмотрите видео, и посмотрите их отзывы потом, после видео, там, глаза горят, все удивляются, когда видео смотрят, они что, трезвые, ну, то есть, разве так можно трезвым там отдыхать и так далее, получать удовольствие, я говорю, что можно, и каждый день в трезвости, проведенный, он лучше тысячи в употреблении, это я вам, как доктор говорю, вот, поэтому, если попал кто-то в зависимость, да, то есть сейчас выход из этого, есть решение, то есть, есть комплекс мер, вот, я на своем опыте прошел, да, вот эту всю реабилитацию, ресоциализацию, мне вот именно это помогло, потому что один бы я никогда не справился с этим, вот, поэтому, не стесняйтесь, обращайтесь, и у нас сейчас такое, как, знаете, в России, есть такое, как, ну, если наркоман, если там алкоголик, то все там, в семье, если есть зависимый, люди боятся там соседям сказать, вот, кто-то там узнает, что у меня там сын наркоман, или там сестра, брат, на самом деле, на самом деле, вот в этом-то как раз и есть проблема, чем вы быстрее, как бы, забьете в колокола тревогу, да, что есть такой человек в семье зависимый, то тем, ну, как проще будет ему помочь, а как, в основном, приходят, обращаются, когда уже там, ну, уже там и психика разрушена, и так далее, и приходится, как бы, ну, больше мер принимать для восстановления человека, поэтому, это тоже важно, чтобы, ну, как не молчали и говорили, ничего в этом такого нет, то есть, поэтому, главное, как начать, сделать первый шаг, и еще момент такой хотел бы затронуть, сейчас, вот, Игорь Александрович уже сказал об этом, что у молодежи существует такое мнение, как бы, что если ты не колешь в Вену, там ничего, да, там не употребляешь, тяжелые наркотики, как это говорится, да, иглы, уколы, то ты, вроде как, не наркоман, на самом деле, я вот скажу, употребляя раньше, опиоидные наркотики, да, уколы, инъекции, делал я себе вену, да, и тот контингент, который меня окружал, и вот смотря сейчас на людей, которые выздоравливают от синтетических наркотиков, спайс, соль, мифедрон, на самом деле, вот я вам скажу, что вот этот контингент, который сейчас, а-ля легкие наркотики, там, да, там, мефедрон, нюхаешь, куришь, я же там не колю, они в разы хуже выглядят, и мыслят, чем вот наше то поколение, допустим, опиоидных, там, зависимых, поэтому, это очень серьезная сейчас проблема, вот именно такая проблематика синтетики, поэтому лучше, как бы, к этому вообще не касаться, если коснулись, то, ну, как сразу обращаться, и что-то с этим делать, вот, ну, как решили, Игорь Александрович, про реабилитацию, особо не грузить народ, вот, если, может быть, какие-то вопросы есть, вопросы, вопросы, еще минут 20, я так понимаю, есть, если у кого-то какие-то есть вопросы, не знаю, по лекции, может, Евгению, пожалуйста, только давайте, да, решим, как, как, давайте, ага, с микрофоном, чтобы слышно было, всем, а второй дадите, да, отлично, 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 так что, люди с других площадок, собирайтесь задавать вопросы, бесплатная консультация, ой, какой, меня зовут Дарья, я бы хотела спросить, на чем основывается ваша реабилитация, на анонимные наркоманы, например, 12-шаговая программа, Smart Recovery, что вы используете? И вот, как раз, смотрите, наш подход, он и в том заключается, что должны быть именно вот эти три составляющие, биологическая, психологическая и составляющая, и у нас одна команда просто работает сразу, то есть, сначала акцент на врачах, без этого мы вообще не проводим реабилитацию, потому что надо подбирать, особенно с этой синтетикой, подбирать антидепрессанты, норматимик, чтобы человек в нормальном состоянии уже мог дальше посещать. на втором этапе, как раз на реабилитации, акцент делается, ну, какая-то реабилитация, вот сказать честно, с одной программой, ее не может существовать, да, потому что группы анонимных наркоманов, они, по идее, абсолютно, там, бесплатные, независимые, они не могут относиться к реабилитации, то есть, используют элементы, 12-шаговые программы, но акцент делается на реабилитации, на индивидуальную, групповую психотерапию, мы там разные способы комбинируем, я гештальт, какие-то группы провожу, там, когнитивно-поведенческие, и вот, создание терапевтического сообщества, то есть, мы стараемся, в общем, все объединить, сначала врач, да, потом психотерапевт, и уже внедрять в терапевтическое сообщество, постепенно, уже консультанты равные, говорят, там, о шагах, первый, второй, третий шаг стараются прописать, а третий этап, ресоциализация, потому что люди, выходя из реабилитации, не умеют, там, тратить деньги, они не умеют пользоваться телефоном мобильным, потому что они только закладки покупали, да, с помощью смартфона, и вот этот такой сложный процесс, да, какой-то одной программы, конечно, ну, не может быть там внутри. Акративный подход. Да, 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 тоже так. Постмодерн. Случай такой, значит, пациента привозим на реабилитацию, 37 лет ему, здоровый, вот такой, метр девяносто, там, килограмм, сто, наверное, весит. Ну, и мы идем с ним, я его провожаю в реабилитационное отделение, он говорит, Жень, давай зайдем в пятерочку, носки купим, я, говорит, носки, это самое, забыл взять, у него сумка такая большая, я говорю, давай, взяли там, в пятерочке, продаются носки, там, 10 пар сразу. Все, на реабилитацию его привел, все, через 5 дней приезжаю на реабилитацию, он меня зовет, Жень, говорит, привези мне носков, говорит, еще, я говорю, в смысле, мы же тебе, говорю, взяли 10 пар, он говорит, так они у меня закончились, я говорю, как закончились, он, ну так, я говорю, а что ты их не стираешь, он говорит, нет, я говорит, никогда не стирал, мне мама стирала там и покупала, понимаете, То есть как бы он просто выкидывал, брал носки и выкидывал. То есть это к тому, что бывают даже такие люди, понимаете, то есть они приезжают и они даже за собой не умеют ничего делать. Утрата социальных навыков во время употребления происходит, и это надо восстанавливать. Так, давайте еще кто? Кто-то с той стороны. Здравствуйте, меня Евгений зовут. Хотел у вас узнать, почему вы с одной стороны освещаете? Мы же половина поп-культуры обязаны наркотикам, половина рок-культуры, музыки, кино, искусство, картины. Ну я же нарколог, вы понимаете, я освещаю с той стороны, с какой ко мне обращаются люди с проблемой. Ко мне с счастьем ни разу не обращались, говорили, блин, как классно употреблять. Это, конечно, надо там Джим Моррисона было бы позвать или Курта Кобейна. Кобейн Высоцкий. Да, они бы рассказали, как это круто. Ну а к нам обращаются с горем. Но то, что психоактивные вещества, да, имеется в виду наркотики, я же сказал, тысячелетиями использовались и в культурных, и в антропологических, в разных как бы ритуалах. Да, вот вопрос надо не путать. И сейчас мы, кстати, на радио вот об этом говорили. Употребление и зависимость, не любое употребление приводит к зависимости. Это надо тоже понимать. Человек может употреблять, и это не значит, что он сразу станет зависимым. Чтобы стать зависимым, нужны сочетания вот тех факторов, о которых я говорил. Какая-то биологическая предрасположенность, психологические особенности и социальные, да. Поэтому некоторые люди там эпизодически употребляют, у них не развивается зависимость. То есть вот это тоже не надо путать. Употребление все-таки и как бы зависимость. Но хотя там постоянное употребление все равно рано или поздно приведет к зависимости. Понял, спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Меня зовут Елизавета. У меня вопрос не про химические зависимости, а вот про, забыл, как называется, но вот какие-то поведенческие. Да, 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 не химические. Не химические, да. Если, например, у человека депрессия, и на ее фоне развивается какая-то поведенческая зависимость, да, например, там, зависимость от гаджетов. Вот, ну и человек лечится от депрессии, принимает депрессанты, ход на психотерапию достаточно. То есть если вылечить депрессию, пройдет эта зависимость или ее нужно отдельно пролечивать? Ну, смотрите, это как бы аддикция, да, может немного усугублять депрессию. Я скажу, какие механизмы психотерапии. Обычно в рамках психотерапии это разбирается. То есть такое компульсивное, навязчивое поведение часто является защитой психоаналитики от чувства вины. При депрессии часто есть чувство вины, но это очень так, да, глубоко. И человек из-за этого подсознательного чувства вины вынужден постоянно что-то делать. И когда прорабатывается вот это там внутреннее чувство вины в психотерапии, иногда человек отказывается от многих таких навязчивых компульсивных, ну, например, трудоголизм. Это очень часто у человека подсознательное чувство вины, а чувство вины значит, что я кому-то должен. Должен там работать, зарабатывать, должен, должен, должен. Когда он это чувство вины прорабатывает, понимает, что он на самом деле никому не должен, у него это вот навязчивое поведение часто уходит. То есть, если человек психотерапией занимается, обычно там не симптоматические депрессии начинают уходить и навязчивости, аддикции уходить. А можно еще один вопрос, если позволите? Конечно. Тоже не про химические зависимости. Есть ли какой-то признак каких-то поведенческих зависимостей, по какому признаку какие-то действия вызывают зависимость, а какие-то нет? Например, есть очень игроманов много, но нет, наверное, есть, но практически нет каких-нибудь зависимых от чечения классической литературы. Ну да, это интересный вопрос. Ну, смотрите, если мы говорим про аддикции, понятно, что надо понимать, что никакие там ни диагнозы, ни болезни, от этого чаще не надо лечиться. Они, основной их критерий, как я вначале сказал, это уход от реальности. То есть, если человек, ну, по идее, может быть, даже и от какого-то чтения, может быть, если человек не хочет решать проблемы какие-то в реальности, восстанавливать отношения, там, зарабатывать деньги, он уходит в вымышленный мир, ну, не знаю, да, каких-то там персонажей. Это тоже можно так теоретически считать какой-то аддикции, потому что это очень важные критерии, потому что если это чтение как удовольствие, и оно не противоречит, человек не уходит от реальности, то вот это уже какой-то вариант нормы. То есть, любая аддикция – это уход в какое-то измененное эмоциональное состояние, чтобы не переживать эмоции в реальной жизни, потому что они могут быть неприятные, а здесь ты можешь создать себе приятное эмоциональное состояние, да, а неприятные эмоции в жизни, ну, надо тоже уметь переживать, проживать, налаживать контакт и так далее. Вот, в общем, отрыв от реальности – основной все-таки критерий. То есть, видимо, есть какие-то действия, которые просто проще дают этот уход от реальности. Да, да, конечно. То есть, есть что, можно очень просто, да, какая-нибудь азартная игра, или, то есть, ты можешь все, или онлайн-игры, можно на сутки отключиться, пора все забыть, да. И последний вопрос уже про химические зависимости. Вот очень много, ну, может, в Петербурге такого уже нет, но в Томске еще есть очень много сомнительного вида объявлений, просто бумажка А4, там что-то, помощь наркоманам, помощь алкоголикам и какой-то телефон. Это выглядит очень подозрительно. Что это такое? А смотрите, это как раз выходит ответ из моего спича про смыслообразование. То есть, зависимые, они, ну, получаются с дефицитом смыслообразования, и в основном это различные секты. Секты или там, которые заманивают под любым соусом. Они понимают, что зависимые – это идеальная почва для сект, потому что они задают им смысл, да, там надо, ну, агитировать в секту. Ну, там все просто, в общем, агитируют, там, аллилуйя, и так далее. И, конечно, они пытаются вербовать левыми путями, ходят там по больницам и так далее. И на такие, конечно, объявления, ну, если вы там не звоните, надо все расспрашивать, да, любая помощь должна быть биопсихосоциальной. Если вам только предлагают трудотерапию, это вообще как бы ни к реабилитации, ни к лечению не имеет никакого отношения. Предлагают вам только, там, молиться, да, ну, это тоже… В лучшем случае вы замените химическую зависимость на аддикцию от вот этого духовного какого-то, да, на религиозную аддикцию это называется. Ну, а в худшем случае психику себе сломаете и еще что-то отнесете в секту, да, остатки, там, каких-то денег. Поэтому очень к этому надо быть аккуратным и помощь, ну, выбирать, ну, я думаю, информация, которую я дал сегодня, ее уже, она поможет. Все-таки, если какая-то проблема есть, выбирать более так, осознанно, потому что попасть туда легко, да, выход, в ход рубль, а выход два из этих сект всяких деструктивных. Спасибо большое. Да, не за что. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорили о разрушительном воздействии легких наркотиков, а вместе с тем абсолютно все люди пьют кофе. Кто-то пьет по утрам, но стабильно, кто-то пьет много, по 7-8 чашек в день, а это по всем признакам химической зависимости, изменяет поведение там, прочие признаки. Вот где проходит та грань между допустимыми в обществе зависимостями и недопустимыми? Почему мы одни поощряем, а другие запрещают? Это крутой вопрос. Я просто, когда говорил про психостимулятор, кофеин не назвал, а он там есть, то есть кофеин, это, в принципе, психостимулятор. Ну, естественно, он отличается от амфетамина коротким там эффектом, да, и так далее. Но, опять же, да, здесь, вы поймите, здесь нет, что есть вот какая-то норма, и здесь патологии, какая-то граница проходит. И моя всегда стратегия, что надо переводить тяжелую какую-то зависимость в менее тяжелую сначала, потому что, если нет других вариантов, это почему многие анонимные там наркоманы, они пьют литрами там пуэр, кофе, да, кофеин. То есть они как бы переходят из героиновой, предположим, ну, на кофеиновой, плюс у них там еще какие-то могут быть нехимические. Да, поэтому зависимость, ну, самая популярная, знаете, какая зависимость, я ее, кстати, что-то тоже забыл сказать, это самое популярное психоактивное вещество, это никотин. Полтора миллиарда человек в мире употребляет никотин, а никотиновая зависимость, она, все критерии, да, если которые мы возьмем, там тоже есть. Ну, и никотин тоже по своей природе психостимулятор, вот. Но есть социально приемлемый алкоголь, предположим, и никотин, ну, кофеин, да, а есть социально неприемлемый, там, мифедрон, другие наркотики. То есть грань здесь, по тонкому льду ходите, товарищи. Ну, вот, просто как бы продолжу вопрос, почему наркоманов кладут в лечебницы, а зависимых от кофеина не кладут? Почему кофе там рекламируют, продают в кофейнях, а витамины запрещают и за ними гоняются? Нет, ну, наркоманов тоже не кладут, они обращаются за помощью, потому что им плохо. Если бы человек обратился от кофеиновой зависимости, то мы бы тоже ему помощь оказали. Но кофеин не вызывает такого тяжелого синдрома отмены, но синдром отмены там тоже есть, если пить много... Вот почему, например, кофе вечером, ну, по идее, оно же стимулятор, да, сначала вы когда пьете перед сном, тяжело уснуть, а потом, когда пьете много кофе, уже 5-10 чашек в день, вечером выпиваете чашку и, наоборот, хорошо засыпаете, потому что уже есть синдром отмены. Но он так... люди не понимают даже, что это синдром отмены, то есть он не так беспокоит. Поэтому, ну, с этой проблемой не обращаются просто за помощью, потому что это мало кого как бы беспокоит. Ну, в России уж тем более, да, есть все там огромное количество людей пьет и похмеляется для них там от кофе, даже с сигаретами. Ну, кофе-то по сравнению с сигаретами это как бы более безопасно, да, от сигарета, от никотина. Куча проблем с сосудами, но к наркологам, к нам, ну, с никотиновой зависимостью, не знаю, один там из ста обращается. Тоже не считают люди, что это какая-то проблема. Вот. Но важно, мне кажется, понимать, да, что это все тоже химические зависимости. У них схожий механизм и толерантность при кофеине, да, растет. Сначала одна чашка, две, потом пять, там, десять. И легкий может быть синдром отмены, а может и нелегких быть. И желание, тяга, навязчиво проснулся, пока не выпил кофе, ты себя как бы человеком не чувствуешь. В общем, вполне себе химическая зависимость, да. Спасибо. Да, не за что. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно как-то... Меня зовут Оля, мне 21 год, и я бы, наверное, не хотела задавать вопрос, я бы хотела поделиться маленькой своей историей. Отлично. Вот, наверное, больше к зрителям. К сожалению или к счастью, я столкнулась с такой проблемой, как наркотики. Я находилась в части этого всего, и большая часть моих прошлых знакомых до сих пор осталась в этом. И мы все говорим о том, что это плохо, что нужно это лечить, и не каждый из нас психолог и психотерапевт. Но я увидела такую тенденцию, что те люди, которые никак не связаны с наркоманией и наркотиками, они стараются избегать этого, избегать любых комментариев на этот счет. И я бы хотела, чтобы, если вдруг вы увидите в своем окружении или знакомого человека, который с этим столкнулся, вы не проходили мимо этого, чтобы вы не молчали, не избегали этой темы. Потому что чаще всего люди боятся, боятся что-то сказать, и я бы хотела призвать к этой поддержке. Там мы не можем оказать какую-то психологическую поддержку, как специалист, но как человек, я просто призываю к тому, что люди, которые наркоманы, они тоже люди, и их тоже нужно поддержать. Блин, супер, спасибо. И это называется, вот о чем ты сказала, ну, можно на ты, я думаю, да, называется стигматизация. И вот моя такая миссия, ну, мини-миссия преодолевать стигматизацию, ну, стигматизация, то есть вот как бы изгоями, да, чувствуют психически больных и наркозависимых. Ну, там иногда даже чай, ну, боятся из одной чашки пить, потому что какие-то есть предрассудки, что там зародишься спидом, я не знаю, чем. И вот эта стигматизация приводит к тому, что проблемы начинают умалчиваться, да. Если раньше, там, в 90-е, ну, в 2000-е, когда я начинал работать, как-то еще тут шприцы, что-то наркотики плохо, то сейчас, хотя эпидемия мефедрона, да, ну, не знаю, про это нигде вообще не говорят. Мы пытаемся там что-то как-то, может быть, на Ютубе эту бронь пробить, но мне кажется, об этом надо трубить во все трубы, рассказывать, создавать какие-то анонимные, да, Потому что наркологическая помощь государственная так устроена, что, ну, люди, их тут боятся туда идти, потому что куча проблем социальных, там, права, работа, да, все это ограничивается. И люди идут уже прям, когда только принудительно суд, не знаю, направлять. Должна быть все это анонимная помощь, возможность, да, ну, вот в идеале. Будем стремиться хотя бы информационно как-то к этому подводить. Спасибо за опыт. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я тут, наверное, начало лекции пропустил немножко, но, тем не менее, вот из того количества информации, которая здесь прозвучала, я не услышал ничего про один из видов зависимости, как вот Лиза до этого сказала, не химической зависимости. Зависимости, которой, как сказала Ольга сейчас буквально, она, наверное, отчасти табуирована, потому что находится в какой-то зоне, про которую мы не часто говорим. И так как здесь есть люди с детьми, я буду немножко так эфемизмами пользоваться. Это зависимость от, скажем так, это от контента, то есть от контента 18+. Не-не-не, я сказал, это первая среди кибераддикций порнозависимость или зависимость от, она делится как бы порно и там вебкам различные, да. И я скажу, что это супер серьезные проблемы. Я, во-первых, пример рассказывал, когда человек каждый час уходил на работе, в туалете, чтобы посмотреть вот этот контент, не мог справиться с напряжением. А второе, ну я не знаю, есть дети, нет, что это вызывает серьезные проблемы с потенцией у молодых людей, то есть там от 20 до 30 лет, потому что мозг, да, он привыкает к этому дофамину, постоянно какие-то новые сцены, новые актеры, все более-более-более изощренные, и обычная жизнь половая, она просто, ну бывает, перестает, во-первых, приносить удовольствие, человек не может возбуждаться, и возникают проблемы как бы с потенцией, то есть помимо зависимости от дикции, это приводит к таким сексуальным проблемам. Вот у меня тогда вопрос, бытует мнение, в том числе у некоторых людей, которые, в частности, у нас в России занимаются, ну я не знаю, можно ли это назвать исследованиями, но, скажем так, разрушают вот эту вот табуированность темы относительно порноконтента, бытует мнение о том, что это не зависимость в целом, это аддикция якобы. И я вот не понимаю, а где граница между этими понятиями, потому что чисто лингвистически это одно и то же, по сути. Это одно и то же, да. Но мы, я вначале примерно термины пытался объяснить, аддикция это такой доболезненный этап, но среди болезней в основном есть химические аддикции, среди нехимических, я скажу, какие есть диагнозы, есть зависимость гем, ну от азартных игр и в новой классификации болезней, которая будет, там через несколько лет, будет еще компьютерная зависимость. Остальных аддикций, их классификации медицинской нет, то есть это не диагнозы, это скорее такая, ну психологическая больше, да, классификация. Поэтому, ну условно, если говорить о медицинском понимании, это может даже там к вариантам нормы, но мы говорим из таких психотерапевтических, психологических понятий, что аддикция это такой доболезненный этап развития, где уже есть уход от реальности и фокусировка на эмоциях, связанных вот, например, с просмотром контента и так далее. Да, но здесь не будет такого, сказать, что это болезнь, если у тебя порно-зависимость, такого не будет, потому что такой болезни как бы нет. Так, и еще один тезис относительно того, насколько это губительно, потому что некоторые из исследований разного рода, разных университетов, гласят о том, что эта история, она как бы стоит наравне с историями людей, которые зависимы, допустим, от героина. То есть настолько сильно это влияет на префронтальную кору мозга, в том числе. То есть насколько это вообще имеет место быть вот такое? Нет, а здесь, смотри, здесь как бы, как и при любой зависимости, не в самой зависимости проблема, а в предрасположенности. Да, если у человека слабость префронтальной коры, проблемы с дофаминовой, серотониновой, с тем, там, вот эти группы риска, то он может залипнуть и на порно-зависимости. Я знаю, кстати, тоже читал про любовную зависимость, что бывает синдром отмены при такой вот фанатичной любовной зависимости, тоже почти как героиновый человек, вообще только думает о объекте влюбленности у него, депрессии, у него подавленность. То есть, в принципе, любая из аддикций, она может вызывать вот даже синдром отмены, если так, ну, честно. Все, спасибо большое. Все, не за что. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вы своим пациентам советуете бороться с триггерами? Может, и ты расскажешь, Евгений? Вообще, вот эта вся работа с триггерами, она как раз входит в процесс реабилитации, то есть сначала мы восстанавливаем, и потом, например, вот после выхода из реабилитационного центра прописываются, ну, так называемые границы, то есть каждый, да, расскажешь, то есть каждая для себя определяет те точки, да, те места, например, в которые нельзя ходить. Ну, вот Женя подробнее расскажет, он тоже этим занимается. Вот триггеры, когда возникают там, тяга и так далее, то есть мы как сразу учим обращаться рядом. Да, вот они у нас как терапевтическая среда, то есть в чем суть реабилитации, в чем эффективность, то, что там выздоравливают, ну, так люди с общими интересами, да, грубо говоря, они могут поделиться друг с другом проблемой, поддержать друг друга вовремя. И когда возникает тяга, там триггерные ситуации, мы учим проговаривать это, то есть, ну, не оставаться, не замыкаться в себе наедине с этой проблемой, проговаривать. И логическое завершение, то есть, другими словами, прогоняют тягу, то есть до конца. То есть, как бы, да, сначала, как они вспоминают вот эту всю эйфорию, как было, чувства вот эти, да, эйфорические употребления, там, связанные там с триггерами, там, ну, под эту музыку, допустим, он употреблял, там, услышал музыку, там, да, или там увидел что-то. Вот. И к чему это все привело в итоге? То есть, логический конец, то есть, да, там, больница, детокс, реабилитация, там, группы и так далее, то есть, да, там, ломка, абстиненция. То есть, все равно, как бы, у наркомана, да, у зависимого человека, как сказать, два пути, три пути. Это больница, кладбище, тюрьма, там, да, либо вот выздоровление. То есть, ну, вот, как-то вот так. Триггеры прорабатываются, а в целом определяются еще границы. Например, нельзя ходить, там, несколько месяцев после реабилитации, или, там, может быть, полгода в бары, там, навещать с употребителями, с кем-то употреблял, не посещать. То есть, некоторые даже, ну, я вот с ребятами много общаюсь, там, не попадают в те районы, где они употребляли, потому что он заезжает на район, да, и у него все сразу в голове. Я здесь это. Вот, да я говорю, у нас, кстати, есть сотрудник из Томска. Мы с ним общались перед тем, как вылезти. Он говорит, а на какой вы улице? Я говорю, ну, там, на Крылово. О, а там есть рядом дом. Я, короче, там, у цыганки героин покупал, понимаешь? То есть, прошло, он 7 лет трезвый, да, и он просто, вот, у него Томск ассоциируется, что он там на этой улице покупал у цыганки героин, да, насколько эти триггеры, да, эти вот, как бы, воспоминания, они сохраняются в памяти. Поэтому первое время, да, любой зависимый, который решил выздоравливать, конечно, должен избегать максимально все, что будет триггерить, да, и учиться, ну, прорабатывать, если возникает тяга. Так. Спасибо. Не за что. Здравствуйте. Я, к сожалению, не с начала лекции была. Хотела уточнить такой вопрос. Какие у вас программы есть именно для людей, которые из семьи или из близкого окружения, зависимых? Да, да. Например, как ВДА, ну, то есть, взрослые дети, алкоголики, еще что-то подобное. Да, ну, вот я про созависимость не очень много сказал, к сожалению, да, но это проблема супер важная, потому что пока родственники имеют созависимость и сами не начинают выздоравливать, может и не быть выздоровления у зависимого. Ну, мы, по крайней мере, обязательно, обязательно родственников привлекаем к психотерапии. То есть, психолог семейный, который имеет этот опыт, он индивидуально работает, прорабатывает созависимость, потому что бывает, что, если родственник не ходит никуда, да, ну, группа, понятно, они общедоступны, и психотерапией обязательно мы занимаемся. То есть, если родственник никуда не ходит, пациент, ну, выходит из реабилитации, а родственник начинает его сразу же прессовать там, да, ну, мама там, за все, что было, за то, что он воровал там, наркоманил, и он на этом срейсе сразу же срывается. Это тот самый треугольник Карпмана, про который многие знают, то есть, сначала ты жертва, потом ты преследователь, и вот они там меняются местами. Поэтому и начать выздоравливать тоже, кстати, можно часто только пока родители свои границы не начнут, да, обозначать, не перестанут спонсировать, давать денег там, еще что-то. То есть, это суперважная вообще созависимость, и родственники часто просто это не понимают, что им тоже нужно проходить психотерапию, да. Да, вот как раз хотела отметить, наверное, это не очень популярно, скажем так, откликается именно из близких, от близких вот именно вот это вот желание. Они же считают, что это не их зависимость. Да, 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 так вот в этом из-за, они говорят, что, как, доктор, он больной, его и лечите, а мне-то чего, я страдаю, да, я здесь жертва в этой ситуации. Но никогда не приписывайте себе роль жертвы, вот, и это заканчивает все печально. Поэтому это доносить в любом случае надо информацию. Если вы живете с химически зависимым, жена, там, мама, то большая вероятность, что у вас есть созависимость, да, потому что так или иначе он продолжает употреблять. А часто, ну, если жена, то она, по крайней мере, не уходит, да, там, все равно как-то его спасает. А часто она, жена, активно вовлечена, забирает из больницы, из полиции, решает его проблемы. Или вот та история, которую я рассказывал, когда она реально работала на трех работах и покупала на все деньги, ему метадон, пять лет полностью. И когда мы его забрали в реабилитацию, она его оттуда забрала, потому что ей было невыносимо одной. Вот насколько это все серьезно. То есть непроработанная созависимость может все напрочь испортить, все наши какие-то усилия. Спасибо. Пожалуйста. Все еще. Добрый день. Добрый день. У меня немного вопрос такого законодательного характера. Часто встречалось с такими ситуациями, когда люди, употребляющие наркотики, то есть их останавливало в попытке обратиться за помощью именно страх при влечении какой-то уголовной ответственности. Вот как это происходит на самом деле? Нет, ну, уголовной ответственности нет. Все-таки есть понятие врачебной тайны. Нет, уголовной нет. Нет, но есть ограничения, связанные с диспансерным наблюдением. То есть если обращаться в государственные, там, диспансеры, больницы, ну, даже если в больницы в государственные пролечиться, обычно отправляется выписка в диспансер, и человек ставится там на диспансерное наблюдение. Ну, а это, соответственно, ограничения в правах, да, в работе, там, практически список работ, любая работа, даже, по-моему, дворником нельзя. То есть врач не будет. И это, конечно, вот это чисто такие серьезные ограничения, да, которые людей отталкивают. Ну, а касательно уголовки, нет, мы, даже когда к нам приходит полиция с какими-то, ну, там, запросами, у нас, во-первых, человек имеет право на анонимное лечение. Ну, вообще, он и в государственных имеет право, но государственные стараются избегать этой возможности. И все только по запросу суда, если какая-то информация поступает. В общем, мы стараемся защищать, мы на стороне пациента, в любом случае, не на стороне правоохранительных органов, как бы там это ни звучало. Потому что у нас, в первую очередь, врачебная тайна и пациент. Угу, все, спасибо большое. Все, наверное, да? Ну, отлично, как раз по таймингу уложились. Все, всем спасибо, это очень было круто, потому что много вопросов, все вопросы по теме. Я вот так и знал, что Томск – это интеллектуальный центр, да, не только Сибири, но и России, потому что люди все умные, начитанные. В общем, очень круто было, очень приятно. Надеюсь, рейв сегодня, да, те, кто хотели его провести в измененном состоянии сознания, подумают и проведут трезвую ночь. Все, всем спасибо. Спасибо.